Всем привет, меня зовут Макс, дальневый канал, и как вы помните, в прошлый раз мы начали нашу новую программу по переоборудованию эсминцев. Собственно, этим мы сейчас и занимаемся. Наши эсминцы отправляются в рейд, в рейд, господи, в ремонт. Это, конечно же, нам тут же наносит большой ущерб экономический. К счастью, долго это не продлится, переоборудование 6 месяцев. Да, это несколько больше, чем я рассчитывал. У нас почти закончилась, ну, скоро должна закончиться проблема с транспортами, хотя бы базово. Да, списывание старых линкоров, конечно же, дало некоторую свободу нашим финансам, но нельзя не отрицать, что ситуация с финансовой точки зрения не самая оптимальная. Что мы сейчас, по факту, имеем? Мы имеем нещадно быстро заканчивающиеся морские фонды. Огромный устаревший флот. Ну, по нашим меркам, огромный. Огромную финансовую яму, огромный недостаток транспортных кораблей для армии. Я прямо не знаю, что с этим делать. Да, с каждым новым, с каждым буквально новым месяцем ситуация будет улучшаться. Затраты будут уменьшаться, но не до предела. Пять месяцев нам будет продержаться вот в таком финансовом положении. 49 миллионов мы тратим на переоборудование флота. Это, откровенно говоря, много. Мы не можем уменьшать транспортные расходы. Остается уменьшить. Но, опять-таки, даже если мы в ноль уменьшим наши расходы по исследованию, это не сильно поправит ситуацию. То есть, да, уменьшив бюджетный транспорт и науку, мы просто окажемся без транспорта и науки. Полностью закрыв проблемы с транспортом, мы получим 25 миллионов свободных средств. Вместе с окончанием переоборудования флота, это минус 60. У нас остается 40 миллионов, и мы будем надеяться на то, что наши достижения в области экономики позволят это компенсировать. Возможно, имеет смысл развивать войну с Союзом раньше. Но не раньше, чем наши эсминцы придут переоборудование. Беда в том, что я почти уверен, что Союз начнет наступление на Леодун. И вот это вот будет для нас той еще катастрофой. Мы же максимум можем попробовать высадиться где-нибудь в Сибири. Портивник строит все больше и больше новых кораблей. По-прежнему позади, по развитию. Сирия хочет 3 в Акацуки. Мы согласны. Наши верфи все еще в нормальном загрузе. 4 месяца переоборудованием. Мы в следующем месяце окажемся банкротами. У нас пока всего лишь 16 кораблей. 13 легких крейсеров. 3 линкора. Всего лишь 3. Один из Эдзенштейна. Две боевых луны. Нам по-хорошему нужно отстроить мастодонта. Но пока на это денег просто нет. Хорошо. Мы сможем получить модернизированные дредноуты. Неплохо. Мы не будем ничего ускорять. 356 миллиметров Mark III. Судя по всему, к моменту, когда Токио войдет в строй, если он вообще когда-то войдет в строй, он устареет. К моменту закладки. Поэтому, скорее всего, мы будем изменять конструкцию Токио. Пока что мне очень привлекают 356 миллиметров. Эти пушки весьма внушительны. Хотя наши 403 это, конечно, ужасающие пушки. Но нужны ли они нам? На самом деле нужны, но... гордит. Эта ситуация, кстати, будет длиться вечно, не смотря на то, что нам говорят с нашим военно-морским гением. 97. Мы почти не теряем потери по транспорту. Следующим месяцем наконец-то закроем отставание. Видимо, мы будем планировать новый корабль. И вот, наконец-то, у нас 100%. Мы не несём потери от транспортного флота. У нас есть проблема с переоборудованием, но это не такая большая проблема. У нас есть огромная проблема с обслуживанием, но... мы снижаем научный бюджет до 82%. Этого достаточно. И двигаемся вперёд. Осталось дождаться всего лишь два месяца. Мы готовы банкротиться. Мы можем себе это позволить. отлично. Итого минус 32 миллиона сейчас в мирное время. и мы мало что можем изменить тут. Мы получим некоторую сумму от строительства новых эсминцев, но... Мы срочно улучшаем строительство корпуса. Новые котлы в принципе неплохо. было бы неплохо получить так же большие пушки. Но в принципе нам нет смысла особо торопиться. Нам главное получить побыстрее всё это в совокупности. Поехали! Три линкора откровенно говоря это не очень много. Я думаю что основной из этих линкоров болгария хочет заказать в Акацуки. Я только за. Они конечно не очень дорогие, но... Угу. мы усилим напряжение с этими ребятами. А с Китаем мы вот-вот... Ну-ка давайте мы посмотрим по политике. Армейская логистика 1%. У них 2 миллиона армия. У нас 700 тысяч кстати. Армейская логистика у нас 3%. Не то чтобы все очень хорошо. У Германии снова огромный рост. 100% фармейской логистики. Так, нам предстоит столкнуться с Китаем. Ох, и заказы. Да. Вполне. мы в итоге строим 8 кораблей. Это неплохо. Что у нас у Китая по флоту? Насколько я понимаю его нет. У него три торпедные лодки. У него огромный пул экипажа. у нас армия не слишком прям значительно меньше. У нас 109 плюс 6% ВВП рост. если мы сейчас начнем войну с Китаем мы конечно же попробуем высадиться в Северном Китае но есть мнение что наших сил просто банально не хватит. Тем не менее попытка не пытка. С другой стороны есть мнение что даже всех трех наших линкоров не хватит чтобы набрать нужное количество водоизмещения. Что конечно же невероятно печально. Циус воюет с Грузией. В связи с тем что нам необходимо что-то сделать с Советами мы принимаем решение отправить ну с Советами Китая мы принимаем решение отправить флот в Японию. Флот отправляется в Якосуку. Хорошо. 112% у нас сейчас транспортная вместимость. Это неплохо. минус 30 миллиона. Мы конечно можем значительно срезать бюджет. Но нам это не даст ничего принципиально нового. Атаково Китай конечно же до прибытия ринкоров мы просто-напросто потеряем силы. Это не очень хорошо. наше дело. Не это не ничего ни ничего ни ни Так, у испанцев отставка адмирала, у китайцев отставка адмирала. О, китайцы с нами улучшают отношения, в целом предсказуемо. Угу. Честно говоря, очевидно, что китайцы уже сметены с картой истории. 115% у нас сейчас инвестиция в транспорт. У нас уже 115% в транспортное вместимость. Минус 32 миллиона ежемесячное обслуживание. Мы строим активно корабли. Остается надеяться, что в скором времени наша логистика улучшится. Но что-то мне подсказывает, что не улучшится. Давайте проверим. У нас 4% армейской логистики по-прежнему. Забавно, что годовой бюджет армии у нас выше, чем годовой бюджет флота. Что весьма забавно. Мы подняли свой ВВП до 30 миллионов. Серьезно? Ну, в целом, ладно. Это уже не так плохо. Постепенно наш ВВП растет. Уже 117% транспортная вместимость. Скоро будет 120. Ну, это, в принципе, позитивное изменение. Мы, к слову, можем себе позволить разменивать процент ВВП на фонды. Потому что, как я понимаю, ВВП растет лучше от того, что мы сейчас активно бустим нашу транспортную вместимость. О, у нас есть новые 302 миллиметровки. Отлично. Можем ли мы, допустим, переделать боевую луну? Если мы сможем переделать боевую луну в модернизированный дредноут, было бы прекрасно. Давайте проверим. Бывал у нас, в целом, очень приятный корабль. Я бы сказал, местами очень и очень прогрессивный. Ага. Видимо, не можем. А жаль. Тем не менее, мы можем строить модернизированные линкоры. Эти корабли будут далеко не такие эффективные, как старые. Но вполне достаточно, чтобы противостоять новым угрозам. С другой стороны, это огромный удар по бюджету. Но это явно не такой удар по бюджету, как строительство гребаного Токио. Который просто не оставит ничего от нашей судостроительной программы, если будет отправлено строительство. Кабинет министров и армейские специалисты приняли решение заняться проектированием упрощенного линкора на базе старых технологий. То есть, мы возьмем устаревший линкор и сделаем на его базе что-то новое. План, конечно же, не очень хорош, но... Тем не менее, план позволяет нам сделать весьма интересный корабль. В теории. Самое главное, бюджетный корабль, который не будет стоить, как космическая программа. Про которую когда-то рассказывал Целковский. Итак, лучший наш корабль сейчас, это вот корпус корабля условного Токио. Но, скорее говоря, ценник у него невероятен. Модернизированный дредноут стоит еще дороже, да? 22, 22. Давайте попробуем решить вопрос. Эти корабли должны быть относительно недорогими. Итак, корабль в качестве основной пушки будет иметь 356 миллиметров Mark III. В двух установках. Хотя, наверное, в трех. Таким образом, его огневая мощь в целом должна быть приемлемой, при этом не слишком дорогой. Так. Ставим сюда еще одну. 356 миллиметров. Хорошо. Тангаж все еще есть, но он достаточно невысок. В качестве второстепенного калибра будут стоять 102-х миллиметровые пушки. В некотором количестве. Не то чтобы их много. Но достаточно для того, чтобы дать бой какому-нибудь сломанному эсминцу. Мы, естественно, ставим казематы. Казематы будут 127 миллиметров, потому что меньше мы поставить просто не можем. У нас смещение веса на нос, причем значительное. Мы стараемся его уменьшить. Мы стараемся его уменьшить, чтобы корабль был более стабилен. Берем несколько барбетов. 5,6% достаточно прилично. Так, теперь КПД двигателя 166% более чем достаточно. У нас получается относительно недорогой корабль с весьма впечатляющей огневой мощью. Сколько у корпуса мы оптимально? 22,5 узла. Да. Дальность где-то вот так вот. Осадка, помещение, стандартно. На газовые турбины у нас до сих пор нет средств. У нас по-прежнему угольное отопление. Вал 2. Электрогидравлика. Круп 3. Барбет 3. Экономить на защите мы никогда не собирались и не собираемся. И тем временем корабль уже выходит в 667 миллионов. Это, конечно, дешевле, чем Токио. Но не то чтобы очень. Эммм, да. Здесь остановится Кордит-2. Ускоренная перезарядка. Корабль получается, ну, очень недешевым. При том, что у него очень небольшое водоизмещение, на самом деле. 400 миллиметров основного бронепояса. Хорошо. 200 миллиметров во лбу и в борту. Главная палуба 150. 100 миллиметров надстройки. 500 миллиметров основной башни. Кормовая палуба 100. 100. 48 тангажа. Тангажа очень много, честно говоря. Мне очень не нравится то, что я вижу. Если мы делаем 200 миллиметров головной бронепалубы, да, все становится несколько получше. Крин приемлем, КПД приемлемо. КПД приемлемо. Я так понимаю, что наши попытки экономить, это вообще не самая здравая идея. Новый корабль, конечно же, потрясающий. И тем не менее, он стоит даже дороже, чем гребаный Токио. При этом, не то чтобы он особо имеет преимущество. Более того, он, очевидно, имеет недостатки. Да, у него новейшие орудия. И это, конечно же, несколько делает его более оптимальным. Но, черт, господи, какой кошмар. Это просто ужас. Да, он стоит дороже, чем Токио. Ну, у него, к минимуму, больше водоизмещения. Господи, какой же кошмар. Мы его строить не будем. Ну, это, в принципе, наверное, очевидно. Так, мы попробуем, кстати, наверное, все-таки, да, мы снова уходим в минус по деньгам. Как же все непросто. Итак, по факту, нам необходимо сейчас строить Токио. Это внушительный корабль. Он должен быть прекрасен. А с другой стороны, модернизированные дредноуты звучат куда как более оптимально. Эти король принципиально нового поколения. Да, это старый корпус, но с невероятно новой СОО и прочими системами. С невероятно эффективными СОО. Мы считаем, что нам нужны и военно-морской бюджет, и ВВП. Да, меня все устраивает. У нас новая цитадель. Хорошо. Минус 32 миллиона сейчас. Корабль на полпути. Смотрим, насколько у нас все плохо. Армейская логистика 4%. Ничего не меняется. То есть сказать, что у меня маленький флот, язык не повернется. В момент, когда у меня было 3%, мой флот все равно был огромен. Сколько нужно транспортной способности, чтобы активно снабжать всю мою армию, я пока не представляю. Итак, что мы можем сделать, если мы все-таки начнем войну с советами? Во-первых, мы, конечно же, перетопим их флот. Если перетопим их флот. Все-таки не стоит забывать, что у советов, даже линкор типа Бородино дал нам, скажем так, поводы побеспокоиться. Но... Но будем надеяться, что в этот раз все будет хорошо. В идеале стоит все-таки заложить на верфях, как на рейш линкор. Возможно, стоит перепроектировать Токио. Под более прогрессивные системы, чтобы впоследствии не заниматься модернизацией. Оп liberация. Все-таки много просмотра. Возможно, чтобы пять раз промжетить отверг, чтобы погичать трением к себе. Пока вы У нас Сирия заказывает Новые войска У нас новые башни Это очередной признак того Что нам необходимо улучшить ситуацию Минус 33 миллиона Научный бюджет 82% Не очень много, но что мы можем сделать Ничего, мы не можем улучшать еще больше Оу Наклонная броня И стереоскопа 4 Стероскопа 4 То, что нам нужно Вот же ж Расположение орудий Тоже Так это будет исследоваться Почти год Так Новый план Мы исследуем ковку брони Дальномеры Расположение орудий Просто чтобы это было И проектируем новый Токио Через полгода Оу Турбоэлектрика Черт возьми Но нет Это слишком дорого Это невыносимо дорого Расскорение орудий Дальномер Расскорение орудий Турбоэлектрика Дальномер У нас есть как раз таки трубчатый порох. Да, мы точно будем проектировать новый корабль типа Токио. Возможно даже не его. У меня есть чёткое ощущение, что затем у нас будут трёхорудийные башни. Это было бы прекрасно. Дальномеры, кобка брони, расположение орудий, нормально. Ну а на этом мы заканчиваем очередную серию Ultimate Admiral Dreadnoughts. Пишите, что вы думаете о том, что происходит здесь. Пишите, как вы бы сделали на моём месте. Ну а я... Ну что ж, с вами был Макс, Ленивый канал. До встречи в новых видео. Пока.